СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Звонишь, говоришь, Зуфар Хазрат, будьте добры, приходите на нашу межнациональную передачу. Зуфар Хазрат говорит, Володя, я с удовольствием, но очень занят. Ну вот сегодня звезды сошлись, как говорится. Да, видимо, священный месяц Рамадан. На то и священный, что люди встречаются, понимают и общаются. Самое главное. Муфтий Вятский в нашей студии. Напоминаю, Муфтий Вятский. Зуфар Хазрат, добрый день еще раз. Тогда уже начну со своего приветствия. Действительно, месяц Рамадан, священный месяц, но он священен тем, что в этот месяц был неспослан Коран. Вот по этому Корану мы и живем, мусульмане, уже на протяжении 14 веков. Священный месяц еще три недели продлится, да? Да, примет Всевышний у всех мусульман, кто держит Рамадан. Интересно, это начало, но у него нет границы. Мы прекращаем в этот месяц пост, когда кончается Рамадан, но благие дела, которые мы начали в этот месяц, должны продолжаться вечно. Вот это не надо забывать. Например, несложно же, ребята, воздержаться от пищи. Трудно воздержаться от языка, чтобы не сказать плохое. Не обидеть кого-то. Не обидеть кого-то. Потому язык за двумя замками, зубы и губы. Язык ниже, чем глаза. То, что увидел, не надо кричать. Язык ниже, чем уши. То, что услышал, не надо кричать. Язык ниже, чем мозг, голова. Что не понимая, не надо говорить. Вот этому учит ислам. Не только ислам, но и христианство. Все входит в божественную религию. Этому учит нас просто, скажем, религия. То есть вера. И вот такими мудрыми сегодня высказаниями Зуфар Хазрат предваряет нашу передачу. Потому что мы сегодня, наверное, первый раз с тобой поговорим о татарской культуре. И тема у нас называется «Знакомство с татарской культурой». Я думаю, не последний раз Зуфар Хазрат с вашим участием. Мы очень на это надеемся. Да, иншаллах. И так как вы практически говорите, пусть не непосредственно фразами из Корана, а фактическими, смыслами кораническими, то мы должны сказать, наверное, сразу, что татарская культура очень сильно замешана на исламе, на шариате. И понятно, что с татарскими традициями, куда уж девать, так сказать. И, Володя, вот я знаю, что мудрецы еще говорят, что здорово, когда человек владеет двумя языками, двумя культурами. От этого он становится как минимум два раза богаче. Здравственно, духовно, и что касается знаний. Да, и поэтому ему легко делать добрые дела, потому что у него есть понимание этих людей и тех, и других. Тогда я уже начну с притчей. Вот есть такая интересная притча. Две группы художников поспорили. Чего искусство лучше? Что лучше показывает прекрасное? А что такое искусство? Это прекрасное. Что такое культура? Это прекрасное. Что такое культура? Это обрамление своих мыслей в красивую оболочку. Вот так. Давайте пока так определим, что такое культура. И вот две группы художников поспорили. Чье искусство лучше, чья культура лучше. Ну, скажем, хан послушал, завел их в комнату, разделил комнаты за навеской. И одним дал все краски мира. Давай, говорю, покажите, нарисуйте свое произведение. Действительно, нарисовали прекрасное произведение. А вторые взяли ржавое железо и очистили его до зеркального блеска. Хан зашел, посмотрел этот рисунок. Действительно, прекрасный был рисунок. А эти хитрые были. Раз, отодвинули за навеску. Этот рисунок отразился на этом зеркале уже. На этом зеркале. И вот хан туда посмотрел, сюда посмотрел, ничего не сказал, ушел. Вот возникает вопрос. Кто победил в споре? Хитрые или талантливые? Талантливые. Да, да, да. Хитрые или талантливые. И чей-то другие часть культуры. Да. Но здесь вот, знаете, вот Ислам, что об этом говорить, в искусстве нельзя спорить, чье искусство лучше, чье искусство хуже. Какой народ лучше, какой народ хуже. Вот мы говорим, это народ первосортный. Американцы сейчас вообще первосортные. А мы уже, наверное, второсортные сейчас стали. Щукча вообще не знаем. Ну, что вы такое говорите? Не-не-не, вот так, представление вот такое. Молимся уже, я тоже сейчас докажу. Молимся уже совсем на другие, совсем на другие культуры. Ценности, вы хотите сказать, да. В искусстве нельзя спорить, чего лучше, чего хуже. Самое главное, увидеть чужую красоту. Вот вам спасибо за то, что вы меня сюда пригласили, увидев красоту татарской культуры. Увидев красоту культуры других народов. Вот это самое главное, потому что в Коране Аллах говорит, я вас создал народами и племенами, чтобы вы обогащали друг друга, а не для того, чтобы охотились друг за другом. Ворождовали, выяснили отношения. Да, мы сейчас смотрим на народы, они охотятся друг за другом. Почему вот это высказывание из Корана, которое вы приводите, достаточно редко произносится? Звучит, да? Нет, он нередко произносится, он не ложится на сердца. Вот самое страшное, что вот мы слышим, и до мозга не доходит. От языка соскакивает, ухом слышится, но до мозга не доходит. Я же вот сейчас рассказал, вот до мозга уже не доходит, то есть сердце уже не ложится. В искусстве нельзя сказать, что это лучшее, это лучшее. Самое главное – очистить свое сердце. Если она у тебя чистая, если у тебя душа чистая, если ты действительно интеллигент, если ты сохранил свое детство, вот самое главное – людям сохранить свое детство. То чужая красота отразится в твоем сердце, как и чужая боль. Как и чужая боль. Вот ребенок чем отличается от взрослых? Ребенок, он может удивляться. Вот это самое главное, когда человек может удивляться, когда видеть чужую красоту. Вот это прекрасно. Он как чистый лист, у него же не закрыты еще эти каналы. Зуфар Азарат, извините, но мне-то кажется, что человек, который не знает другую культуру, он для другой культуры фактически, ведь как ребенок, ему надо бы удивляться, видя, знакомясь, изучая другую культуру. А некоторые ведь могут принципиально сказать, да что там в этой культуре изучать? А, наверное, просто уже к определенному возрасту он набрался каких-то стереотипов, не знаю. Да. И эти же самые страшные… Отторжения какого-то. Самое страшное, что эти стереотипы у нас пропагандируются именно в школах. Вот, а татар, что мы знаем? Что это варвары, что захватили Россию, что… Это вы про монголы татар, как вы говорите? Нет, мы татары, это все. Монголов там и не было, это мы были. Ну, понятно. Мы это не скрываем. Понятно, потому что… Ну, почему мы забываем то… Вот, например, возьмите, да, что именно татары построили вот это государство, которое называлось Золотая Орда. Россия – преемница вот этого государства, которое называлось Золотая Орда. Почему мы забываем о том, что Золотое Кольцо когда построено? Во время Орды, да. Во время Орды она построила. Почему мы забываем… Вот мы говорим, налог платили, налог платили. Вот этот налог был… Джизи, она называется, был меньше, чем мусульмане платили закат. Закат – одна сороковая часть. А Джизи, она меньше, чем даже одна сороковая часть. А сколько? Ну, она… Сейчас я не помню. Десять процентов они… Ну, в русской истории десятина была. Да, да, да. Десять процентов. Зато имели свое государство, имели свои войска. Все имели. Вот потому на историю… История, она для того, чтобы враждовать. История для того, чтобы изучить и не делать ошибки. Вот, наверное, самая большая победа – это рукопожатие. Если вот два… Самый у нас брак один – это дьявол, это шайтан. Вот если мы друг другу руку пожмем, значит, мы победили. Вот именно не друг друга, а вот этого шайтана, вот этого дьявола. А некоторые жмут руку и в это же время уже задумывают какие-то там козни. А другую руку держат за спиной и там скрестили пальцы. Вот именно культура не этому учит. Потому что по природе человек уже рождается в культуре. В него уже заложена какая-то информация. Он понимает, что хорошо, что плохо. Уже с детства понимает, что… Заметьте, ребёнок, если что-то плохое сделает, он обязательно или спрячет, или его даже ещё не ругали, но спрячет, или глаза, или обманывает, или что-то, или что-то. Сразу заметно. Он уже чувствует, что он что-то плохое сделал. Вот именно вот это детство нам надо сохранить. Вот ещё я продолжу свою мысль. В том, вот возьмите учебники литературы, например, возьмём. В настоящее время в учебниках российской литературы нет ни одного писателя татарского, который изучает. Ну, может, Мусаджалиль одно стихотворение есть. Ну, да, Мусаджалиль ещё мы как бы со школы ещё помним. А если древних взять? Например, Калгали, который написал уже более тысячи лет тому назад, у него есть Хасаисов. — А вот скажите, вот есть такой же эпос татарского народа, как типа там, ну, типа слово «Полку Игоря Веничного». — Есть, да. — Наверняка, да. — Эпос «Млага». Ребёнок, что такое культура? Мы культуру, что от Бога обогащаем, но можно по-разному сказать, обогащаем уже сказками. Вот начинается со сказок. Возьмите татарские сказки. Это прекрасные сказки. Почему-то мы знаем английские сказки, там другие сказки какие-то. — А почему их не издают? — Издают, они есть. Они не пропагандируются ни в школах, нигде. — Но в татарской школе они присутствуют? Мы знаем, что в правительстве республики... — Татарских школ уже нет. — Как нету? — В Казани татарских школ уже практически нет. — Что вы говорите? Обучения на татарском же нет. — Нету. Уже с прошлого года идёт война, чтобы запретить татарский язык в школах. — А в чём выгода людей, которые отказываются от изучения ещё одной культуры, от обогащения ещё одной культурой? — Я не понимаю. От бескультуре. Вот именно это от бескультуре. Во всех странах изучается несколько языков. Только у нас в России вот это почему-то не пропагандируется. Мы можем изучать английский язык, это это. И что интересно, исчезновение языков хотят нам доказать, что это научно. То есть большие языки, то есть развитые языки поглощают меньшие языки. Ассимиляция идёт таким путём, то есть это научный факт, от этого никуда не идём. Мы всегда тогда говорим. Если мы должны ассимилироваться в русском языке, потому что русский народ, он гораздо выше, и культура это, и это, и это. Ну, давайте, говорят, тогда мы сразу в английский язык ассимилируемся. Потому что, если так разобраться, английский сожрёт когда-нибудь русский. — Тут вы идеологически как бы немножко. Нет, нет, неправильно. — А может, китайский сожрёт все языки? Это же самые многочисленные. — Или индийский. — Две самые многочисленные нации, да, на плане? — Потому, я ещё раз повторяю, потому языки созданы Богом. Аллах, субханалов, в Коране говорит. Культура — это прежде всего языка. Аллах, субханалов, в Коране говорит. Я мог бы вас создать одним народом. Но я вас создал народами, и это моя благость. Вот это величие. — Не мучение, а благость. — Благость. — И что интересно, вот мы, татары, всегда в Казани говорим, русские сказали вот так, урожай будет таким. Русские сказали вот так, это будет таким. Потому что русские всегда жили ближе к природе. Они прекрасно знают природу. — Татары, они же кочевники изначально. С одного места на другое. — Вот я грибы собирать, честно вам говорю, не умею. Я кроме махармора ничего не знаю. — Не нахожу, да. — Не нахожу, да. — Зато вы в охоте, наверное, впереди. — Насчет коней с нами не спорьте, ребят. — Насчет коней. — Да, это уже наш. Скоро будет, иншаллах, Сабантуй. Я вот всех приглашаю кировских, да, на Сабантуй. — Куда? — В Казань приезжайте. И здесь у нас в Южных районах будет Сабантуй. — А Малмыш, то есть звоним вам и приезжаем в Казань. — Даже не в Казань. Знаете, даже лучшие Сабантуй в настоящее время проходят именно в Кировской области. Настоящие Сабантуй. Действительно народные Сабантуй. Где народ участвует. — В Малмыши. Даже в Татарстане нет такого Сабантуй, как в Малмыши и в Полянах. Вот я несколько раз участвовал. Это настоящий народный Сабантуй, где участвует народ. Вот вы посмотрите, особенно в скачках. Мы сначала смотрим, как скачут ипподромские кони. — Ипподромские? — Ипподромские. — Обученные специалисты, которыми занимаются. — Да-да, которые занимаются. Это интерес. Мы хлопаем, мы все смотрим. Но понимаете, это нас не захватывает. Потому что там не джигит скачет. Джигит на седле не поскачет. Ребята, бабушка поскачет, он без седла, без уздечка может скакать. Это джигит. — То есть культура Сабантуя требует, чтобы наездник сидел без седла. — Не только без седла. Это обыкновенные деревенские ребята на обыкновенных наших лошадках. Пусть они не быстро скачут. Быстро скакать, ребята, это свойство коня, а не свойство джигита. Свойство джигита — это совсем другое. И перед тем, как пойти на скачки, невеста ему подарит платок. И он этот платок завяжет на голове. И издалека видно, чей жених там первым скачет. — Понятно. — И что интересно, самый большой подарок подарят последнему коню. Не первому коню. И последний конь будет весь обвешен платками. Весь обвешен. — Интересно. — И последний конь плачет. Вот заметьте, последний конь будет плакать. У него слезы текут у последнего коня. — Это реально так? — Это реально так. Ни один кордон милиции не удержит бабушек, женщин, которые будут одаривать вот этого коня платками. — А почему? — А потому что, по нашему поверью, считается, что этот конь ждал своего всадника, который погиб на войне. И все вдовы дарят ему подарки. Это моего мужа он ждал. Это моего мужа конь был. Вот понимаете? — То есть это вот идет из истории? Из истории. Вот это культура. Вот это народный конь. Здесь уже слезы появляются. И бабушки. Вот потому у нас была традиция. У нас почти, если кто в войне потерял своего мужа, хотя по исламу можно выходить замуж. Вот вы спрашивали как раз, сплетается ли. — Да, да. — Мы говорили об этом, да? — Да, да. Они замуж не выходили. Они вот всегда ждали «Жди меня, я вернусь». Вот прекрасная русская песня. Я вот именно о культуре хочу сказать, о русской культуре. Сегодня, настоящий день, именно русские теряют свою культуру. Вот это нас очень беспокоит. Я иногда бываю на праздниках, встречаюсь со студентами этим, я им говорю, вот у вас здесь 200 человек сидят, назовите русские праздники. А я буду вот один татарский праздник называть. Я говорю «Сабантуй». «Масленица». Я говорю «Жиин». «Масленица». Я говорю «Наврюз». «Масленица». Я говорю «Кваргапатхаса». «Масленица». Слушайте, мы свои праздники потеряли, кроме этого «Хэллоуэйм», и кроме этого «Валентинки». Ребята, во что мы превращаемся? У нас же такие большие праздники. А в чем опасность-то вы видите, что вот если для татарской культуры, если русские забывают свою культуру? Если русские превратятся в Ивану непомнющую родства, то это скажется. Конечно, скажется. Если в серую массу. Самое страшное, когда народ превращается в народ-насть. Он не народ, ему уже нет государства. Вот очень хорошее понятие у татар, понятие государства. Государство в русском языке можно перевести как государь и егоство. Вот у нас даже говорят, государство так решило. Государство так решило. Мы понимаем, что это власть решила. Но не государство, ребята, так решило. А власть так решила. Вот именно в татарском понимании государство, вот Азербайджан тоже поймёт, это переводится как «даулет». Даулет, да. Даулет – это богатство. Богатство, да, переводится как богатство. Буквальное переводится. То есть это моё богатство, это моя культура, это моя литература, Это моя история, это мое всё, вот это даулят. — Такой смысл. — То есть за землю не надо воевать, на ней надо работать. Земля не моя, то, что построено на земле, моя. Вот с этого начинается культура. Земля, она не моя, я не собака на сене. Что построил я на земле, вот это моё, вот это я буду защищать. А то стоим пьяный, я за землю родную воевал. За неё не надо воевать, на ней надо работать. На ней надо трудиться, именно даже не работать, а трудиться, вот это прекрасное слово. — Её облагораживать. — Облагораживать, да, да. — Вот в этом наша культура, вот в этом наша сила. Если мы превратимся в серую массу, которые не знаем, в свою культуру, в свои традиции. Какие великие русские праздники были? Вот даже картина «Взятие крепости», зимние праздники были, скаморохи были. — Давайте у Володи спросим, он у нас вот тут. — Многие праздники, они уже связаны с земледелием. — Конечно. — Начало, собственно, до посева, там, завершение жатвы, уборка урожая. Это всегда праздники были. — Это всегда праздники. — Связаны с землёй, с природой. — Даже, посмотрите, «Голос» концерт смотрим, этот конкурс. — Но мы понимаем, что есть такой проект, да. — Но там же ни одной русской песни, ребята, нет. Наши татары и то выходят на татарском пою. Ребята, во что превращаемся? Даже, я всегда говорю, даже такую прекрасную русскую песню, Кадышева даже поёт, «Напилась я пьяна, не дойду до дома». Слышали, наверное, да? — Ну, конечно, слышали. — Но песня, знаете, как звучит подлинная? — Да. — «Не пила я, не пьяна». Мы поём «Напилась я пьяна». А песня подлинная «Не пила я, не пьяна». — Слушайте, а я не знал. — Я тоже. — Ну, у меня проблемы, у меня горе, не дойду до дома. «Не пила я, не пьяна». — «Не пила я, не пьяна». — Да, а мы поём «Напилась я пьяна». — Не, ну, конечно, интереснее исполнить, что напилась и пошло там. — И пошло и поехало. И мы превращаем русский народ. — Получается, да. — И русский народ превращаем. — Что пропагандируем? Что девушка пошла, выпила и... — Не дойдёт до дома, весело жить. — Спасибо вам, что вот это вот... — Вот понимаете, русский народ, я ещё раз прошу русского народа, не теряйте свою культуру. Вы потеряете, мы потеряем страну. Страну потеряем, татары тоже потеряются. То есть, ребята, в русском я всегда обращаюсь. Мы, эменет, вот у татарей есть такое понятие, эменет, то есть доверили. Вот эту страну, Золотую Орду, так скажем. Когда мы владели Золотой Ордой, когда создали вот это государство, Инди подчинялась, и пол Европы подчинялись. А сейчас шагренивой кожи всё меньше-меньше становится. Сохраните, сохраните, это эменет, это доверие. Если не сохранить, вот это и есть культура. Какая культура? Можно я вопрос задам ещё в вертительной языке? Я напоминаю, что мы говорим с Зуфаром Хазратом, это муфтивятский, кто ещё не понял, почему мы именно с ним говорим, а о татарской культуре, потому что Зуфар Хазрат, вся его жизнь связана с Казанью. Казань, Кул-Шариф, первый имам, да? Первый имам, вы, Кул-Шариф, замечательный, это удивительные мечети. Слушайте, вот если попытаться так сформулировать, вот основные черты, не знаю, характера, мировоззрения татару, ну вот русские, да, как принято считать, мы такие ребята, душа нараспашку, долго запрягаем, быстро едем и так далее, и тому подобное. Вот какие-то, да, простодушные. Азербайджанцы, в моём понимании, люди активные, экспрессивные, предприимчивые, всё время что-то, вот движуха какая-то должна создаваться. А вот татары, Зуфар Хазрат. У татар первая такая, можно сказать, черта, это трудолюбие. Вот это первая черта трудолюбия. Если вы в татар сам приедете, там неспаханных земель нет, ребят. Это правда, да. Там даже кулачка земли неспаханных, ребят. Дома у них у всех добротные. Вот он обязательно, вот есть ещё у татар понятие такое отчий дом. Они вот это не потеряли. То есть дом родителей, это отчий дом, они не потеряли. Они всегда будут поддерживать свой дом. И как вот это прививается, Зуфар Хазрат? Это прививается, это вот уже, наверное, генетически. Вот это, наверное, генетически уже, я не знаю, это любовь родителей. Потому что очень хочется иногда, чтобы и вот здесь, на Вятской земле, вот это вот тоже, вот как бы вот тоже вот этот родительский дом, вот это чувство земли, вот это трудолюбие, когда вот видишь вот в деревне, там, например. Для этого, ребята. Чтобы картина была не такой печальной при переезде, на переходе границ Кировской области в Татарскую республику. Масса историй, ведь, да, когда люди едут в Казань, просто в гости или просто на экскурсию, и когда они заезжают, собственно, на территорию уже Татарской республики, рты открываются, смотрят на все эти дома, газификация, дома покрашенные, скотина гуляет. Потому что, поняв это, как это в татарской культуре, может быть, мы что-то сможем сделать. Вот, понимаете, я вам честно скажу, может, я такую крамольную вещь даже скажу сейчас, да, но я вам аккуратно скажу, но я скажу правду. Еду, я на Бла-Бла-Кареду, как-то попалась попутчица. Это попутки, в общем, да. Да, да, попутчица попалась. И вот она все разговаривает, что там, критикует всех. И вот было интересно, кто-то ей звонит, она сама из Молдавии, приехала в Татарстан, и в Татарстане живет. И какая-то землячка, наверное, звонит откуда-то из Сибири, вот, говорит, здесь плохо, там русская тоже одна женщина, вот, говорит, здесь плохо в Сибири жить, вот это, вот это. А она говорит, давайте приезжайте в Казань, здесь жить хорошо. Вот меня это удивляет. Почему вы там поселились? Почему вы не захватили, а освоили вот эти земли, если их не освоили? Мы всегда говорим, не захватили, освоили Сибирь. Ермак освоил Сибирь. Но если освоили, освоите его. До конца. Вот в Казани хорошо туда приезжать, как будто Казань, Татарстан безразмерный, резиновый. Вот дело в том, что где мы живем, это отчий дом, освоить надо. Земля, она прекрасная, где бы ни жили. Я бы даже другой, наверное, глагол использовал. Облагораживать территорию вокруг себя. Да, да, да. Облагораживать вокруг себя. Не гадить, извините, облагораживать. Да, на то мы и люди. Вот это воспитание, вот это есть культура. Я всегда говорю, вот в Татарстане я говорю. Вот, например, я сейчас у слушателей тоже могу спросить, что дает корова? Мясо, молоко. Да? Ну, прежде всего молоко, а потом уже мясо. Ну, как кормилица ее всегда называли. Что дает баран? Баран дает шерсть. И мясо. И мясо. Что дает курица? Яйца и мясо. Да, например, что дает у Хатарстана, или что дает в России. Все это вместе взятое дает. Вот сейчас, знаете, что мы такую глупую вещь сказали? Что корова полляшки дает? На, жрите мои полляшки. Он ничего не дает. Мы его доим, режем и кушаем его мясо. Барана стрижем, режем и кушаем. Он сам не дает. И мы не даем. Вот, понимаете, самое главное, вот отойти от этого, что это дает, что это дает. Надо самим работать, самим зарабатывать и надеяться на свои руки. И прежде всего на свой ум. Вот вторая черта у Татар. А если ума не хватает? Нет, ума у всех хватает. А, хватает? Образования не хватает. И воспитания не хватает. То есть вы хотите сказать, что Всевышний всем поровну дал? Да. Всем поровну дал. И что интересно, вот наша ошибка в том, самая большая ошибка в том, вот сейчас я вам еще одну притчу расскажу. Отец лежит на диване. И потом на рекламу сходим. Да, да. Отец лежит на диване, сынок приходит и говорит, отец, давай, говорит, погуляем. Отец, давай поиграем. Отец, давай сходим за парк. Отец, давай это сделаем. Вот, а времени нет? Он же футбол смотрит, он хоккей смотрит, он газеты читает. Откуда у него времени? Сын надоел. Он взял карту мира, разорвал эту карту мира и бросил на землю, на пол. И говорит, вот когда соберешь вот эту карту мира, тогда и, говорит, сходим. Не проходит и долго времени, но минут пять, десять, не знаю. Сынок приходит, отец говорит, я собрал. Как, говорит, ты мог карту мира собрать? Атлас мира. Как, говорит, ты мог ее собрать? Отец говорит, сзади был человек, я этого человека собрал, а карта мира само собой получилась. Вот наша великая ошибка в том, что мы мир хотим изменить, не изменив себя, не создав себя. Сначала, прежде всего, нужно создать себя, вот именно свою культуру. А для того, чтобы свою культуру создать, надо знать свою историю, надо знать свое прошлое, надо знать свой язык. Вот, например, одну вещь только скажу. Например, вы очень красиво сказали. Как, связывается ислам с культурой. И действительно так. Вот потом Акул-Шариф, я не могу, что же скажу. Вот я сам казанский, но рос в деревне. Когда стадо приходит, и бабушка вышла и призывает корову. Говорит, иди, иди сюда. Тастас-тастас это или... Как по татарски корову подозвать? Сыр. Тастас. Это баран зовут Тастас-тастас. Я тоже вышел, тоже зову. Бабушка меня отругала. Знаете почему? Потому что у меня в руке хлеба не было. Она держала хлеб, а у меня хлеба не было. Я пустыми руками призывал. Бабушка мне говорила, почему животное обманываешь? Обманул, да. Не то, что человек обманываешь. Почему животное обманываешь? Вот это воспитание. Вот посмотрите, вот это вот маленькие детали. Вот эта маленькая деталь. Я слушателям, и, конечно, и нам с вами. И вот сколько смысла в этом, да? Да. Вот очень большой смысл в этом. А у нас в настоящее время, если не обманул кого-то, или так не сделал, ты, значит, дурак. Обманул, умный. Вот нет такого, ребята. Вот, например... Так, давайте на рекламу все-таки прервемся. Нам пора сделать эту паузу. Зуфар Хазрат Муфтиевятский сегодня у нас в студии. Очень такая беседа. Очень серьезная. Так и проникновенная получается. Интересно. Вернемся скоро. СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Ази Салевич, мы продолжаем. Ну что, да, друзья мои, сегодня у нас в программе СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ и наш гость Зуфар Хазрат Галюль Муфтиевятский. Да, мы имя, кстати... Долгожданное. Кстати, мы часто слово используем «Хазрат». Давайте напомним «Хазрат» — это обращение уважительное. Уважительное обращение, да. Это, в принципе, можно любому уважаемому человеку сказать «Хазрат». «Хазрат» или «Имам». У нас говорят «Имам». «Имам» просто переводится с арабского языка «тот, кто стоит впереди». Когда на вас считают, он просто стоит впереди. Мы ничем друг от друга не отличаемся. Но «Имам» все-таки больше как бы религиозный смысл имеет. «Хазрат» тоже самое. «Хазрат», наверное, в моем понимании... Возвеличивание какое-то. Да, более властном смысле. Поэтому вы сегодня у нас и «Хазрат», и «Имам», и... «Муфти». Да, и «Муфти», и все вместе. И спасибо, что вы сегодня пришли. И мы надеемся, что мы не последний раз с вами встречаемся. Тем более, что по татарской культуре лично у меня вопросов очень много. Ну и продолжаем наш разговор. Вопросов еще много. У меня они все связаны с какой-то обыденной жизнью. Да. Про татарских девушек хочется спросить. Вот как татары одобряют смешанные браки? Смешанные браки... Татарская девушка, русский парень, или наоборот, русская девушка, парень татарин. По исламу мы это одобрять не можем. Потому что мы не имеем права девушек отдавать, имеем право брать. Мы эгоисты. Брать. Это по исламу. Но смешанные браки, они есть. От этого никуда не денешься. Но самое главное в смешанных браках уважительное отношение, чтобы было. Вот именно, чтобы знали и тот язык, и этот язык. Потому что никому не секрет, татарский язык – это один из ведвей тюркских языков. В Советском Союзе 24 народа разговаривали на одном языке. Мы друг друга понимали. Вот это именно языковое. Потому что мы знаем по Библии, Бог сначала слово создал. Вот об этом мы знаем. И вот народы создал. Вот одна из крупных народов, скажем, это тюркоязычные народы. Ну, сразу скажем, что примерно 6 миллионов татар живут в России. В России. Да. И есть у нас башкиры. Башкиры. Но татары у нас есть как бы казанские, как мы говорим. Есть сибирские. Есть астраханские. Есть крымские. Да, есть крымские. Есть нагайские. Ногайские и так далее. То есть достаточно большое количество людей, говорящих на одном языке. Это алтайская группа языков. Алтайская группа языков. С татарского языка, как Байкуль, богатое озеро. Иртыш, мужской зуб. Ангара. Ангара, тупой. Потому что все реки тягут в одну сторону, он в другую сторону пошел. А как переводится на татарское, когда осел кричит? Что-то типа такого. Ангара. Ангара, да. Да, крик осла. Крик осла. Самый нелюбимый у нас крик осла. Самый нелюбимый крик. Зафар Хазрат. Такой тоже интересный вопрос. Расскажите о слабостях татары. Вот, ну не знаю. Как татарина расположить к себе, например? Вот что нужно сделать? Как посмотреть? Как сказать? Расположить татар очень легко. Что сказать? Добротой. Добротой? С открытой, собственно, душой идти. С открытой, собственно, придешь. У нас называется в Азербайджане кунак. Гость. Если ты придешь гостем, он все даст. Но если придешь врагом, татары очень воинственные. Об этом тоже нельзя забывать. Злопамятные? Нет, не злопамятные. Они быстро отходят, но воинственные. Это никому не секрет. Вот мы прекрасно знаем, даже мамлюки, это тоже тюркизычный народ был. Вот прекрасно об этом знаем. Которые остановили крестовый поход, которые остановили монголов. Это тоже был Бейбарс. Тоже из наших тюрчакских был. Об этом знаем. Даже, если интересно, во время Великой Отечественной войны, в процентном отношении татары дали больше героев Советского Союза, чем остальные народы. Есть в процентном отношении. То есть, по отношению к количеству татар, процент героев в составе татар было больше? Сколько? Нет, не в процентах татар. Если все народы взять, по отношению, чем русские отдали больше героев Советского Союза. У нас 17 человек закрыли с собой амбразуру. Даже Александр Матросов, если вам интересно, настоящее имя, Искандар у него. Да? Он татарин башкирский, да. Александр Матросов? Вот так вот. Он Искандар. И знамя тоже, восьмой номер знамени был, Закиров его звали, в листах он повесил. Да, мы знаем, что было несколько групп, которые должны были повесить. Надо еще учитывать то обстоятельство, что в Татарстане войны не было. Наших родителей не убивали, наши жены не трогали. Слава Богу, восстановили. За это воевали. То есть, воинственность есть. Но слабая сторона, это не слабая сторона, вот это нежность. То есть, поясните. У него есть такое понятие «монг». Вот других он может... Как еще раз? «Монг». У него изображения тоже есть. Песня «Монг Леджер». Вот задушевные, можно сказать, песни «Монг». Он может заплакать от хорошей песни, от любви к родителям. От красивого какого-то изображения. Изображения. Он очень такой нежный народ. Он не злопамятный народ. А с чем это связано? Тоже ведь какие-то истоки есть. Все равно какие-то корни. Все равно это в крови. Это в крови. Вот это ислам. Я же говорю, ислам татары. Что еще интересно? Добровольно приняли ислам. Ни гранищи. Ни с одним исламским государством. Если вам последняя история интересна. Последняя у нас был хан Кубрат. Когда он... Жили при Черноморских морях, при Азовских морях. Они разделились на несколько групп. У него было пять сыновей. Когда сыновей умерли, разделились на несколько групп. Первая группа поднялась на Кавказ. Это Балкарцы. Вторая группа Хан Аспарух. Это Болгария. Болгария. Потом одна группа дошла до Италии. И еще одна группа поднялась на Волгу. Это Болгария. Волжская Булгария. В этой Волжской Булгарии. Татары приняли ислам 1100 лет тому назад. Ни гранищи. Ни с одним исламским государством. Но здесь немножко есть большая ошибка. Мы говорим, что приняли ислам. Когда приехал Ибн Фадлан из Багдада. Они не приняли ислам. Они объявили себя исламским государством. 1100 лет тому назад. А приняли ислам уже во время пророка. Когда Ибн Фадлан приехал 1100 лет тому назад. Там уже мечети работали. Там все работало. И что интересно... Вот я тоже хотел. Потому что история говорит, что там чуть ли не в седьмом веке уже... Там сахаба приехали, трое там остались. Там уме сахаба, это последователь пророка. Там остались, вот 4 тысячи километров они проделали путь и туда приехали. Вот, и приняли ислам не с одним исламом. И с тех пор они вот свой быт ведут соответствие с канонами шариата. И прежде всего, если вам интересно, татарский ислам, нельзя их говорить, татарский ислам, азербайджанский ислам или какой-то ислам. Но именно татарское направление ислама, так скажем, было именно философским. И было именно философским. Мы знаем, что есть 4 махаба. Это мы ханифиты все. Но вот именно они больше уделяли внимание науке. Что было во время пророка? Что было во время сахаба? Ибн Финн. Такую великую культуру создали. Вот в то время, в отличие от нашего времени, ислам не доказывался, ислам показывался. В настоящее время мы ислам доказываем, что он есть. Он хотят исламское государство построить. Исламское государство, ребята, это уже мы от культуры немножко отходим, но это тоже культура. Исламское государство нельзя построить. В том смысле, сейчас я вам объясню, некоторые сейчас уже ушли, особенно мусульман, уже наставили. В том смысле искусственно нельзя его построить. Это естественный процесс. То есть сначала сажаем зерно, потом оно вырастает, потом колоссия дают. Вот это колоссия и есть государство. А мы зерно еще не посадили, а уже за государство боремся. Вот мы исламское государство. Так невозможно. Это естественный процесс. Не пройдя вот этот весь этап, мы ничего не сделаем. Вот это большая ошибка их не. У нас, к сожалению, время заканчивается. Очень быстро пролетели эти минуты. Эти 40 минут. Буквально полминутки. Вот есть большая культура. Литература. Особенно интересны сказки татарских. Это отдельная уже, конечно. Уже литература. Хотим услышать песни. Если хотим. Мелодии. Татарскую гармонь. Не говоря уже о татарской кухне. Хотим, чтобы вы нам рассказали о татарских поэтах. Хотим попробовать тут татарскую кухню. Обязательно. Обязательно. У нас, если вам интересна музыка, у нас пельтатоника. У нас не 7 нот, у нас 5 нот. У азербайджанцев тоже 5 нот. И вот я вам насчет культуры хочу сказать. Вот 5 нот, 7 нот. И создаем такую великую музыку. Такую великую симфонию. Но народов, ребята, тысячи. Какую симфонию можно создать, если мы научимся красиво играть или поставить их в одну ноту, в одну шеренгу, в одну песню? Вот потому еще раз хочу сказать вам спасибо за то, что вы этот вопрос подняли. И это вот первые ноты, то есть скрипичный ключ создания вот этой симфонии. Большой посыпи. Симфонию народов мира. Спасибо большое. Спасибо. Очень вам тронуты сегодня вашими рассказами. Зуфар Хазрат, Муфтевиадский. Очень будем надеяться, что в ближайшее время у вас снова получится выбраться к нам. Ну, напоминаю, что... И уже с кем-то еще. По большому счету, там больше времени в Казани его проводят. Нет, в южных районах. В южных районах тоже, в нашей области. В нашей области, где, собственно, татарское население тоже хорошо представлено. Спасибо. На этом программа наша завершена. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Ассаляму алейкум. Союз нерушимый. Спасибо. Спасибо. Спасибо.